Всем привет! Сегодня хочу попробовать сделать кое-что из пылесоса. Не знаю, правда, пока получится или нет. Не потому, что это сложно, а потому что не знаю пока, что там внутри, в каком состоянии главный компонент этого агрегата. Я уже такую штуку делал, правда, в прошлый раз она недолго проработала, приказала долго жить, потому что пылесос это такая техника, которая не может существовать вечно, цикл жизни их всех ограничен. Какой бы он там матерый и крутой и советский не был, все равно он рано или поздно у меня на том устройстве развалилась крыльчатка. Долгое время я не пользовался этим устройством, поэтому сейчас хочу попробовать сделать заново, заодно записать. Показать, как-то, может, если получится прокомментировать и в конце уже провести тест. – Департамент Тут вот была такая бобина для наматывания провода с пружиной Возможно тоже может пригодиться, поэтому ставлю ее Вот я достал двигатель, не в очень хорошем состоянии Весь какой-то ржавый, крючатка по-моему не крутится, все там приржавело Но провода, обмотка в более или менее состоянии, щетки нормальные Поэтому попробовать его надо все-таки отмочить в солярий Здесь у меня вот такой кусок железа, уже немножко свернутый в трубу И из него нужно сделать такой рожок, сейчас попытаюсь это сделать Вот такой конус, теперь его нужно обрезать болгаркой И потом склепать все заклепочником Вот что в итоге получилось Сейчас нужно просверлить дырки, заклепать это все Ну вот последняя заклепка Комус готов Здесь вот такая ручка от канистры Сейчас нужно ее еще сюда приделать Теперь сюда нужно врезать кнопку Вот такую Так, ну подключен провод и кнопка Теперь осталось Подключить двигатель И установить каким-то образом Вот сюда Так, ну вот вроде бы получилось И вот туда Установить как нужно Теперь Нужно еще проклеить пистолетом И немного подзагнуть края вот эти железки А пока греется пистолет Я отрежу от вот этой бутылки Корлышко для того, чтобы сделать наконечник Нашел я кусок вот такой трубки Немного подразвитывал края Чтобы вставить сюда вот в воронку Сейчас приклеим клей Так, ну вот здесь так ну и осталось приклеить вот этот носик сюда не помню сказал уже или нет но тут немаловажно чтобы этот весь поток воздуха который через него проходит проходил максимально свободно чтобы ничего не мешало что путь его был максимально коротким потому что изначально вот этот вот двигатель от пылесоса его крыльчатка его ротатор они имеют огромный потенциал который теряется за счет того что конструкция пылесоса такого там много всяких изгибах лишних частей ну и плюс ко всему еще фильтра и не герметичность конструкции здесь же я делаю все герметично во первых во вторых самая максимально свободная форма это конус потому даже вот это вот шляпка надевается они вставляются в этом месте никаких завихрений доделал я эту штуку ее пришлось скотчем с ног до головы замотали герметичности вот так она выглядит сейчас нахожусь в цеху на улице темнота уже работал весь день на глубокой ночи с этой ерундой возился в итоге ничего не вышло извините всем спасибо до свидания шучу конечно все получилось и сейчас маленько объясню для чего получилось во многих цехах там предприятиях каких-то мастерских даже в гараже у себя у где если есть компрессоры знают как удобно как удобно бывает их используя для того чтобы убрать рабочее место там куда-то подлезть куда не достать невозможно там какой-то щеткой с меткой и очень бывает необходимо прямо таки струя воздуха так вот вот это вот простое приспособление даст фору любому компрессору если конечно он не является там промышленным каким-то сверх производителем масштабе там целого цеха заводского силу того что у него ну как бы давление ну хватает давление для того чтобы удалять там но не знаю достаточно такие жесткие загрязнения прям засохшую грязь какую-то промасленным и тем не и при этом скорость потока даже наверное выше и она не прекращается не изменяется от того что там компрессор он выключается включается ну вот сейчас сейчас продемонстрирую вот например опилки по которым тут рамчик ходит прессуют их своими ногами включая очищаю лебедку и 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 очищаю роль и и и и и и и Вот сюда, кстати, под него обычно невозможно бывает подлезть, как бы пилки здесь копятся, прям уже там слой этот, он постоянно присутствует под ним, и невозможно его оттуда не вымести, не выгребить Сейчас попробую сделать этой хреновиной Не знаю, видно на камере или нет там такие большие комки спрессованные плюс куски коры вот они тоже вылетают очень резво оттуда под напором воздуха Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Очищаю ленточно-пинный станок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Перчатки сдул Сейчас покажу поток воздуха на ладони Вот таким образом мы получаем весьма эффективное устройство, которое в таком цеху, как мой, например, способно полностью заменить веник и щетку. Причем в устройстве пылесоса изначально не нужно ничего менять, не разбирать двигатель, не снимать эту крыльчатку. То есть пылесос для чего изначально служил, для того он и служит. Просто он обрел вторую жизнь и при этом, как ни странно, увеличилась его эффективность, я думаю, раза в два, в три. Вот на этом все. Я думаю, надеюсь, по крайней мере, что видео кому-то оказалось полезным. До свидания и всем таких же удачных поделок! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА